Меры воздействия на непокорных хорошо известны и многократно опробованы. Силовые акции, экономическое и пропагандистское давление, вмешательство во внутренние дела, апелляции к некой надправовой легитимности, когда надо оправдать неправовое урегулирование тех или иных конфликтов, устранение неугодных режимов. В последнее время появились свидетельства, что в отношении ряда лидеров используется и откровенный шантаж. Недаром так называемый «большой брат» тратит миллиарды долларов на слежку по всему миру, в том числе и за своими ближайшими союзниками. Давайте зададимся вопросом, насколько всем нам комфортно, безопасно, приятно жить в таком мире, насколько он справедлив и рационален. Может быть у нас нет детских оснований волноваться, спорить, задавать неудобные вопросы. Может быть исключительность Соединенных Штатов, то, как они реализуют свое лидерство, это действительно благо для всех, а их повсеместное вмешательство во все дела в мире несет покой, благополучие, прогресс, процветание, демократию. И нужно просто всем, как у нас говорят, расслабиться и получить удовольствие. Позволю себе сказать, что это не так. Это абсолютно не так. Односторонний диктат и навязывание своих собственных шаблонов приносит прямо противоположный результат. Вместо урегулирования конфликтов – эскалация. Вместо суверенных устойчивых государств – растущего пространства хаоса. Вместо демократии – поддержка весьма сомнительной публики от откровенных неонацистов до исламистских радикалов. А почему их поддерживают? Потому что используют на каком-то этапе как инструмент для достижения своих целей. Потом обжигаются и назад. Я не устаю удивляться тому, как наши партнеры раз за разом, как у нас в России говорят, наступают на одни и те же грабли. То есть совершают одни и те же ошибки. В свое время они спонсировали исламские экстремистские движения для борьбы с Советским Союзом, которые прошли закалку в Афганистане. Из них выросли и Талибан, и Аль-Каида. Запад, если не поддерживал, то закрывал глаза, а я бы сказал и поддерживал на самом деле, информационно, политически, финансово, вторжение международных террористов в Россию. Мы этого не забыли. И страны Центрально-Азиатского региона. Лишь после того, как страшные теракты были совершены на территории самих Соединенных Штатов, пришло понимание общей угрозы терроризма. Напомню, мы тогда первыми поддержали народ Соединенных Штатов Америки, отреагировали как друзья и партнеры на эту страшную трагедию 11 сентября. В ходе бесед с лидерами США, Европа постоянно говорил о необходимости совместной борьбы с терроризмом, как вызовом мирового масштаба. И с этим вызовом невозможно мириться, и невозможно его оккупировать, использовать двойные стандарты.